Спасибо за то, что вы пришли и за то, что вы дали возможность представить наши данные и нашу работу. Мы использовали эти методики для диагностики рака. Давно я работал в университете Северной Каролины, и потом я переехал в Канаду. Одна из причин, по которой была, потому что я могла бы работать с заботкой технологий. И мне появилась возможность переехать в другое место и начать работать с технологиями, потому что это очень важно. А сколько времени я могу посвятить такой работе, я и другие мои коллеги. Мы были поддержаны Национальной организацией здравоохранения вместе с Стивом Каром. И нам очень было интересно тем, что мы можем заниматься интергетированными такими исследованиями. Мы работали очень упорно, и где-то в 2012 году, в конце 2012 года, наш метод был назван методом года. И что в точности представляет из себя вот этот метод мониторинга? Это очень простая схема, которую я сделал на презентации в Бостоне, показал ее перед медицинским сообществом. Поэтому она такая достаточно простая схема. Поэтому, извините за простоту объяснения, мы делаем количественный анализ протеинов, анализируя пептины, использование. И после этого мы используем хроматографию, массоспектрографы. И в большей части случаев мы используем другие виды оборудования, специальные клетки. А те образцы, которые мы получаем, мы помещаем в массоспектрометр. И мысли на достаточно сложные вещества, такие как кровь и другие биологические образцы ткани и так далее. И у нас есть порядка тысячи этих пептидов. Посмотрите, все происходит вот как на первом складе. Первый образец, это я знаю точно, что в то время эти пептиды как раз появились. И мы таким образом провели эксперимент, что мы получились только вот эти пептиды. Как фильтр работала эта система. И потом они переходят в... И потом посмотреть, каким образом происходит перемещение. И потом остается только в конечном итоге один пептид попадает в детектор. И он определяет количество ионов. А тут, собственно говоря, ничего нового. Все это хорошо известно. Это уже десятилетиями делалось в фармацевтической области. И мы используем это количество цинкепротеинов. Но что важно в этом случае, это использование... Это использование внутренних стандартов. Если кто-то, например, придет к вам и скажет, послушайте мне, нет необходимости использовать внутренние стандартные. Это не важно, что вы делаете, если вы используете месс-спектрометры. И не верьте этому. Уходите от таких людей, то есть не работайте с этими людьми. Вот это вот, скажем так, темная сторона. Мы используем внутренние стандарты. Используем те же пептиды. Как мы их обозначили. И та же последовательность работает точно таким же образом. Но она чуть-чуть более высокой массой имеет, большую массу имеет C12, C13, или C15, или C14. И когда вы делаете это, вы подходите к специальному процессу, потому что вам нужны специальные критерии для того, чтобы это сделать. Мы используем антитела, которые являются не специфическими. Мы должны принять этого внимания, но здесь мы можем достигнуть определенного уровня специфичности. И мы делаем очень четкую и точную, количественную оценку с точки зрения стандарта пептидов, что позволяет нам произвести правильную оценку. И теперь у нас есть стандартные пептиды. И мы можем, в нашем распоряжении, можем использовать их для того, чтобы оптимизировать параметры. Это очень легко воспроизводить. И это была та причина, по которой мы очень были огорчены изначальными результатами. Но мы поняли о том, что нужно работать, надо вместе, и сделать их более воспроизводимыми. А вот, пожалуйста, хороший пример. Это то, каким образом, насколько воспроизводимым может быть, если вы используете внутренние стандарты. Вот здесь мы проанализируем 45 плазмов-пронтеинов. Мишени – это распределение. Это, посмотрите, тут видите 25-30 процентов. Не так уж плохо, но, по крайней мере, лучше, чем 20 процентов. И когда мы все это объединяем в одну таблицу, мы видим, смотрим о том, что среднее распределение от 4 до 6 процентов. И это достаточно хорошо, но могут быть и хорошие результаты. Потому что в плазме проблема заключается в том, что это высокий диапазон концентрации протеатов. Некоторых процентов очень много, и они присутствуют во многих соединениях. А некоторые из них не такая высокая концентрация, их меньше там. То есть, если мы используем внутренние стандарты, то если мы хотим, мы можем добиться, ну, по-настоящему, фантастической воспроизводимости. И это, конечно, больше, чем 15 процентов. И, конечно же, управление по лекарственным препаратам, FDA американское. Я была очень рада видеть такие, каким же мы это развиваем, это таргетированный подход. То есть, к нам люди приходят и говорят, вот список протеинов, я бы хотел бы провести количество оценки этих протеинов. И очень важным шагом является посмотреть, какой из этих пептидов является наиболее подходящим для такого рода подхода. На следующем слайде вы увидите, мы синтезируем пептиды согласно внутренним стандартам, а потом используем этот пептид для оптимизирования. И потом увидим, можем ли мы определить необходимые характеристики. И, может быть, мы можем обнаружить это в больных образцах, но не в нормальных. Потом можем пройти по всем вот этим шагам, которые здесь на слайде. Это, чтобы говоря, основа клинической химии. И после этого вам необходимо четко определить рамки, в которых мы должны работать, то есть, референтные значения или референтный диапазон посмотреть. И вот, наконец, мы находим наиболее подходящие пептиды для того протеина, которые нам нужно оценить. Конечно, каждый из них является уникальным для каждого протеина, но в то же время он не может быть слишком маленьким, слишком длинным, что не очень хорошо для этого подхода. И он не должен состоять никаких ПТМ, никаких модификаций. Мы смотрим в различные базы, мы смотрели, сравнивали, есть ли такие образцы были получены раньше, потому что такой подход, это он очень-очень чувствительный. И также мы смотрим на геномную составляющую, и какие, что из них меняет аминокислоты, остаточные явления какие бывают, изменение массы. И мы можем определить огромное количество всяких параметров, но это занимает порядка одного часа для того, чтобы посмотреть все это, провести все замеры. Но мы... Есть... Это все выложено на нашем веб-сайте, на нашей веб-странице, там все эти элементы предложены. Следующее – это синтез пептидов, и эти пептиды имеют достаточно стабильную природу, вам необходимо два образца для того, чтобы была кривая соответствующая, все зависит от чистоты, от количества, конечно, и мы оптимизируем массовые параметры. Очень важно то, что вы делаете в соответствии вот с этими инструкциями, которые называются CPT-инструкцией, и все они перечислили вот здесь, вот эти люди, которые были приглашены, и мы их разработали специально, эти инструкции для того, каким образом сделать этот процесс достаточно надежным. Опять-таки, это не какие-то фантазии, это никакая ни магия, ни волшебство, это просто очень результаты тяжелой упорной работы. И вот, пожалуйста, примет того, что необходимо сделать, нам необходимо определить уровни, вот этих показалевать, измерить их вариативность, и в широком диапазоне концентрации, здесь, 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 и это должно быть больше, чем 20%. То, что происходит дальше, это, мы говорим не только о 10 или 20 нормальных людей, мы работаем с порядка 300 протеинов, мы, конечно, вручную тут не делаем ничего, мы используем специальные системы, это, мы работаем с очень небольшими объемами. И теперь я вам дам вам несколько примеров того, что мы разработали, работая с плазмой. Плазма – это очень важные клинические ресурсы, которые легко можно получить. И вот здесь мы разработали, это достаточно старый слайд, известный слайд, который мы использовали в одном из экспериментов, с которым мы идентифицировали, определяли процент, то есть все же с одной каплей крови. То есть мы говорим о нанолитрах здесь, в общем-то. То есть вам не нужно очень многое, меньше-меньше капельки, и мы можем сделать все необходимые количественные оценки. Порядка 20 микролитров плазмы нужно. Какие, посмотрите, что мы делаем. Вот это протеины, которые измеряются в миллиграммах. Вот здесь. И многие из них могут быть потенциальными биомаркерами для определения рака. А вот посмотрите внизу здесь. Вы можете сделать и определить очень маленькие количества, например. Но я небольшой поклонник этого метода. И мы используем ALC. И ALC очень стойкий и легко повторяемый, с низким PH. Мы используем высокие показатели PH. И после чего мы переходим к низкому PH. И используя MRAM и MS технологии. И теперь, что мы... Мы сдвигаем динамические диапазоны этого подхода. А вот все то, что вы здесь видите, вот это с зеленым, может быть, определено только при использовании метод MRS. И мы делали это оффлайн. Теперь мы можем это делать онлайн. И это очень важно, когда мы ищем протеины, которые достаточно трудно определить, которые имеют низкую концентрацию, например, PD-1, который... За эту работу пару недель назад была вручена Нобелевская премия, которые вы можете это делать, как раз используя вот этот вот метод. И мы не только разработали SS4 для, смотрите, работы с плазмой, различными биологическими жидкостями, таким, как слюна и так далее. И следующее очень важное. И мне кажется, в будущем мы будем заниматься мониторингом, скринингом. И вы идете к врачу, например, потому что вы заболели. Нет. Вы идете к врачу в ближайшее время для того, чтобы поддерживать свое состояние здоровья. И это очень важно, заниматься мониторингом, потому что протеины, которые... Отношение к вашему здоровью и огромное количество из так называемых биомаркеров, которые могут сказать вам очень многое о вашем психическом здоровье, о том, что в ваших почках, в печени вашей происходит. И как вы хотите это сделать, это не проходя каждый раз к врачу использование какие-то забора крови из ваших вент. Нет. Вы можете это делать дома, просто проткнув себе пальчик, взять капельку крови, бумажечку их выложить, и вы можете увидеть вот такие маркины. То есть вот из этого можете излить большое количество информации. У нас есть теперь все ресурсы для того, чтобы это делать при помощи анализа бронетитеинов. Вот посмотрите здесь. Они достаточно и повторяемые, хорошо удаются. И вот это мы сейчас фондом Билла Гейтса мы сейчас заканчиваем проект, который этим фондом спонсируется. Это, например, хорошо подходит для Африки, где мы собираем образцы. Потому что это не требует большую инфраструктуру. Когда вы работаете с плазмой, вы должны ее замораживать, потом фильтровать. И в данном случае нет такой необходимости. Большинство систем, протеинные системы, они достаточно стабильны, по крайней мере, недели или даже две недели, а порой и больше. То есть это, вообще говоря, идеальный такой подход. А что мы можем сделать здесь? Это, вот смотрите, шесть различных степеней, они достаточно хорошо воспроизводимы. И что мы хотим делать? Большое количество вот этих процессов, мы предлагаем это в качестве оказания услуги нашему сообществу. Мы трансформируем вот это вот в очень такие простые наборы. Это, почему клонирование такое простое, потому что он есть ЭБИ, вместе их смешиваете, встряхнули и получили какой-то компонент и сделали. А здесь у нас есть, посмотрите, вот такая коробочка у нас есть. И в этой, согласно этих внешних, внутренних стандартах, уже там все заранее смежно, значительно все уже приготовлено. Просто необходимо вам получить образцы ваших каких-то биологических тканей. за этим, за этим. Будущее, когда у вас не один биолог внутренне стандартный, а два у вас таких имеется на самом деле времени недостаточно для того, чтобы уходить в детали. Могу лишь показать, как общие понимания производятся. Вот один из, одна из, человеческий бар, 25-й, например, разные аспекты в Виктории, в Британское Колумбии на Западном побережье у нас. У меня также и в Монреале на Восточном побережье в университете Могилы имеется лаборатория. Там разные оборудования и показатели QM. Я также использую PM-подход. Разные, понятно, в разных местах разные техники работают, с разными инструментами, с разными подходами. И что? А результаты одни и те же. Это на самом деле убедило, что на самом деле работает, что это не только достаточно хорошо и очень близко к единицке наклон, то есть, другими словами, результаты получаем одинаковые. Это, естественно, было уже очень интересно. Провели немало работ для того, чтобы перетестировать вновь и вновь, да, используя, например, продукты, которые доступны коммерческие для человеческих белков, машинных белков и прочих. Можно проверять и статус как вашего оборудования, как и всего рабочего потока. Дальше заглянули в метаболомику. Есть определенные внутренние стандарты. Если кто-то говорит, что нет метаболома без стандартов, то это бессмысленно не занимаетесь этим. Хорошо, там, в муле это белок 1,25, лучшего века, 60 хочу еще 25. В то же самое время мы разработали ассеи для тысяч белков, более 4 тысяч, и каждый, естественно, хочет свой собственный ассей, но это то же самое, такой же способ использовать, как когда идем в магазин. Я хочу вот это, вот это, вот это, то же самое, как на веб-сайт пришли и сказали, я хочу вот этот эссей по этому белку, что у вас есть, 6, а полипопродукт белки, мне нужен вот это, вот это, вот это, вот как в интернет магазин, пошли в себе в корзиночку складывайте, как, когда завершили, мы вам это высылаем, два варианта, первый это всеохватывающий, то, чего имеется, или второй достаточно быстрый, то есть, одного пептида на белок достаточно. Ну и далее, когда мы начинаем работать, проводить мониторинг, вопросы здоровья, то, потому что каждый человек, каждый четверть, каждый квартал получать какие-то образцы, это же будет много, мы говорим, что если счастливо, пожалуйста, и да, вы сидите за компьютером, выбираете необходимые эссеи, приходит это к вам вместе с большим объемом статистики, поскольку мало кто, никто, сейчас сотни этих белков не анализируем вручную, у нас вот был случай, когда представители отраслевых игроков обратились, мы проанализили 300 образцов, они сказали, это все ерунда, не работает, то, что вы делаете, абсолютно не ошибочно, я говорю, в чем дело, посмотрел вот эти белки, они там на тысячу порядков отличаются, невозможно, там посмотрели статистика, был один образец был аутлайером, то есть не укладывался, ее исключили, я не знаю, что там случилось с этим конкретным образцом, жарили его или еще чего-то. Хорошо, а какой спектр референции, это 10 тысяч обросто проанализируешь, ты понимаешь, что данный белок, мы ожидаем, что он нормальный, если он выпадает из ожидаемого спектра, то это что такое? Ой, это биология, то, что мы хотим, мы хотим увидеть, нам доктор Головин спрашивал, нормальный спектр какой? Мы пытались определить, анализируя тысячи белков, расставляя их по спектрам референтным и сейчас покажу несколько примеров того, как мы используем ММС для того, чтобы применять к мониторингу вопросов здоровья, также к линейческой диагностики, но и то, что вы видите здесь, попадает в пресс некоторые статьи относительно того, что идет персонализированное здравоохранение, сейчас что-то большой переход от крупномасштабного единообразного подхода к персонализированному, а как мы знаем, как мы это будем делать? Ну, мы знаем, у нас есть определенная геномная структура, когда мы рождаемся, не сильно она меняется, но что реально меняется, это наши метаболомы, меняются белки, из которых мы стоим, также меняются и плюсы, окружающая среда. Одно дело, вы живете здесь, в Казани, где-то в Сибири или где-то в Западной Европе, то есть, это тоже условия окружающей среды, необходимо учитывать, потом есть три статуса, то есть, улучшение возможности оптимизации вашего здоровья, если вы улучшите снижение нагрузки болезненной, болезненной, и если вы больны, то вы, естественно, хотите улучшать качество оказываемых услуг, заботы. Соответственно, вот мы проводим исследования, вот здесь вот снижается, а здесь вот уже больны, традиционная система здравоохранения, вот здесь начинает работать, вы же хотите работать, начинать раньше. Вот это компания в Ванкувере, Британской, Колумбии, и я попросил разрешения генерального директора предоставить слайды, выступая, компания называется Медицинские и вы. Также вот там работают, то есть мы дали рекомендации по анализу буквально элементов, и ситуация вернулась, то есть показатели вернулась, но было очень интересно. Я хочу перевернуться, вернуться к последней сессии, мы сейчас используем ММ, другой таргетированный подход, для того, чтобы проводить диагностику, особенно раковые вот этого товарища знаете, это Джо Байден, вице-президент Соединенных Штатов Америки пару лет назад, и ему очень интересно продвигать исследование вопроса рака по личным причинам, у него сын умер от рака мозга. Другими словами, человек собрал достаточно активизировал, больших количеств финансирования и под слоганом «Давайте за пять лет сделаем прогресс в борьбе с раком на 10». Я назвал это как «Выстка на Луне в вопросах рака». В вопросах протогеномики. Ну и когда мы двигаемся до ДНК, каким образом диагностируется пациентов с раком до ДНК, есть у вас мутация «да» или «нет», белая или черная, то есть вам соответствующий подходить к подобной терапии или нет, но от ДНК к фенотипу, там посередине ведь и РНК и белки имеются, то есть когда выбран, а ДНК одна и та же, ДНК одно и то же, но фенотипы два очень сильно разных. Но вы знаете, в чем разница в ДНК между бабочкой и гусеницей идентичная. И могу сказать, ну это же как вы, вы можете с одной стороны красиво, можете быть некрасивый, уродливый, то есть это не белок, а только важен объем, то есть для того, чтобы для лучшей сертификации пациентов, вы должны найти лучших результатов. Когда Джо Байден инициировал подобный консорциум, консорциум создать это все просто, вы работаете вместе, делимся как данными, так и ресурсами, объединяем четыре университета, ЮВИК, университет Виктории, мои коллеги университет в Ванкувере, университет Британская Колумбия, Ванкувере, в Монреале и в Дортмунде. В Виктории и в Дортмунде фокус в двух остальных на клинических образцах. И задача заключается в развитии МРМС не только для людей, но и для мышей, причем потому, что мышей являются основными моделями для изучения рака и соответствующие ткани, не человека, ткани мозга, а мозга мышей сейчас проводим. Наша работа заключается в том, чтобы подготовить МРМС и проводим определенную работу с тканями, более 40 видов тканей, анализируем все, что можно найти. Обнаружили 9601 биолог, и используя 3000 биологов, мы разработали сегодня уже ассеи, разные 20 типов тканей, которые здесь переведены в таблице, в случае которых мы для которых разрабатываем соответствующие ассеи. Вот, что мы на сегодня сделали, 1500 табасы, в больших количествах случаев плазмы, белок и плазмы. Что еще хорошо, это, смотрите, капелька крови. Можно же лонгитюдные исследования проводить, необязательно убивать мышь. и опять-таки охватывает разные степени концентрации. Многие белки, они вовлечены в разные пути развития болезней. Что довольно-таки интересно, это регистрированные подходы иммунофинности и молдемес, особенно в случае квантификации. то есть на сегодня едва практически предвстречается материал для образца биопсии. И мы используем молдитов Брук Байотапер. Он уже используется в клинике, не в клинической химической лаборатории. Доктор Емголовин был одним из человеком, который привез эту технологию в Россию, разработав лиосы для белков, которые блокируют сигнализирующие. Одна из авторов лиза от клеток. Дальше мы правом точно так же, как и МАМ на уровне белков. посредством протеолиза добавляем внутренние стандарты. А вот это, вот это новое, но во многом соответствует методу элизы. Ухватываем белки, пептиды, как с одной стороны внутренние стандарты, эмдогенные, потом мы это проводим промывку магнитными бидзами, магнитными бидзами, но то, что хорошо, то, что вы ее не разводите до этого. Если вы его разводите в фор, тогда оно выцепляется на масс-спектром, размещаете, выстреливаете лазером, в идеале получаете два пептида, один выше эндогенный, в соответствии соотношения с патологией. Вот этот аппарат, который мы используем, это уже микробиология, было проведено более 5000 раз используем. Сейчас используем для того, чтобы давать квантификацию КТ-1 и КТ-2 как для квантификации уровней экспрессии и эксплуатализации в опухолей. Следующую работу мы провели, публиковали. Квантификация возможна в случае линии рака молочной железы в опухолях. Почему? Потому что если должно перейти на уровень химии, нужно автоматизировать оборудование, которое используем систему Agilean Bravo. Вот каким образом выглядит, когда вот. А здесь видите соответствующие зернышки, когда мы соответствующие единицы, когда мы размещаем оборудование, квантификация КТ-1, КТ-2, не одна из систем, когда вы используете это реально живые данные пациентов, это не свежезамороженные FFP, CM, ядра, здесь вы видите в этом случае этого пациента, что мы делаем, мы вырезаем определенные аспекты, патология, тут хорошо, вот это рак, вот это нормальная, вот это опухоль, уровни появления этого пациента витя повышается, а у этого снижается, но в обоих случаях аспориляции, что важен в случае анализ белков, она повышалась, проанализировали большое количество образцов, клинические результаты, вместо састрозинека получили, они развивают АКТ-ингибитор, одна мутация АКТ имеет место в 5% пациентов, для этого недостаточно удовлетворить пациентов, но нужно же узнать, каков уровень экспрессии, каков уровень фосфориляции, на основании этого, надеемся, позволит нам повысить реагирование и получение результатов у пациентов, что таким образом мы просто связываем эти данные в глобальном анализе и дальше используем это на уровне геномики для того, чтобы суметь квантифицировать всю дорогу, весь этот путь потой и провести геномный анализ все эти мутации, вот это то, что было засечено, но не в разрезе канонической базы данных, вы не способны засечь его, проходит через соответствующий алгоритм поиска. Здесь мы на самом деле их проводим, просмотрите на данные, очень часто встречающаяся мутация Кейрас G12V, да, присутствует великолепно убежденный в том, что эта мутация экспрессирована, далее следующий вопрос, а насколько? И опять-таки мы разработали свои ММС, здесь показаны, попадают в кит, и потом мы применяем впервые, и вот это на самом деле и шокирует. Что мы делаем с этой геномикой, черно-белой мутации присутствует, мы с отсутствуем, когда мутации присутствуют, тогда вы не подходите под данную терапию, в данном случае стопроцентная мутация, а вот здесь в случае данного пациента здесь всего лишь 15%, 15%, 15% для этой части мутированной, и этот пациент, скорее всего, он уже наверняка уже умер, он наверняка может, его можно было по терапию данную предоставить. Сейчас же мы хотим подобные данные и на клинику принести, сейчас необходимо отметить где, внес свой вклад, относить на дальше работа, которую мы проводим с белками, с МРМ, подход сейчас разработали, а также в комбинации обогащения иммунной афинности МЛДМС, потому что этот метод надежный, поэтому его переводим в клинику, ну и два утверждения соответствующие выводы, ну а тут необходимо отметить университет Виктория, ИСАС, МРМ протеомик, стартап, университет общественная общая общая Jewish General Hospital, часть могил, ну а также наши фонды, которые финансируют нас Дженом Канада и Дженом Бритиш-Колумбия. у нас время на один краткий вопрос. А вот из того угла, Да, пожалуйста. есть ли у нас где-либо микрофон? Да, 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 вижу, несут. Работает? Работает. Большое спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос, вы сказали, что данная техника, она очень чувствительна, так? Насколько чувствительна? Можно ли вывести до уровня отдельной клетки? можно, если у вас изобильный белок имеется, но наверняка нет, является вашим интересом. Чувствительность на уровне Одимоль, Авогадр, тогда вы можете посмотреть, каким должно быть, если речь идет, если на уровне миллион, на миллионные части, это не проблема. Я задаю вопрос, потому что в последнее время широко начинают использоваться методы сканирования РНК одноклеточные, и поэтому у меня вопрос. Я с директором раково отделения в ЮНС обсуждал этот, говорит, ты что хочешь? Рак это не одноклеточное событие, зачем тебе отдельные клетки анализировать, если о гетерогенности, то да, можно, конечно же, сортировать, но тем не менее, клеток будет достаточно много для того, чтобы проанализировать. То есть, я на самом деле не понимаю, коллеги, вот, такое чрезмерное внимание одноклеточной протеомики, и да, у меня тут директор также отметил, то, что опухоль это не одноклеточное, не внутриодноклеточное событие. оно вы можете одновременно несколько посттрансляционных модификаций отслеживать? Да, 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 каждая модификация, если она ведет к молекулярному сдвигу, тогда мы можем это сделать. А если вы говорите о смещении небольшому, мы можем... это достаточно просто сделать, очень просто, но, конечно, вам необходимо сделать предварительную работу, предварительно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok